От себя и от дьявола никуда не убежишь. Не бегать, а с помощью Божией бороться надо. Свою борьбу, добродетели и свое душевное устроение надо скрывать ото всех, открывать только духовнику или человеку духовно опытному, иначе можете и себе сильно повредить, и других соблазнить. Одно из средств для восстановления здоровья – укрепиться в делании заповедей, стать твердо на пути в Царствие Божие, ибо и здоровье нужно на этом пути. Недостаток его мешает, как и избыток, вредит и останавливает. Надо смириться под крепкую руку Божию, и Он в свое время вознесет нас. Только немощь душевная у нас так велика, что одолевает маловерие в промысел Божий. Укрепляется же вера человека через делание заповедей, искушения, сознание своей немощи и бессилия, и получение помощи Божией, когда исчезает всякая надежда на помощь человеческую. Живую веру в Господа и в слова Его. Только при этой вере становится легко жить и переносить все тяготы жизни. Тем более, что она – коротенькая подготовка к вечности. Сознание своего «я» есть самое глубокое в душе человека, а может быть, есть самосознание душой себя. Поэтому все, что непосредственно связано с «я», а к этому принадлежит прежде всего тщеславие и гордость и подобное. Труднее всего и познать, и обнаружить. Трудно увидеть все, что умаляет «я» перед людьми и даже перед самим собой и пред Богом. Вот почему есть опасность даже на молитве не быть откровенным пред Богом и многое скрывать в кустах, как сделал Адам после грехопадения, то есть загонять на задворки сознания, заваливать хламом всякого самооправдания. Это очень опасно, а главное – совершенно не достигает цели, ибо Господь равно знает все, даже раньше, чем мы сделаем что-либо неладное. Надо в молитве всего себя обнажать пред Богом и каяться пред Ним, и просить у Него прощения и исцеления больной души своей. Мало веровать в Бога, и бесы веруют, а надо творить волю Его, надо предать себя Его промыслу, надо отречься, вернее, отрекаться постоянно от своей воли ради Божьей воли. Надо, следовательно, поступать по заповедям Божьим, это и есть творить волю Божию. А в нарушениях каяться всегда, непрестанно, до самой смерти, сознавая себя неоплатным должником пред Богом, и просить милости Божией, как мытарь, и благодарить Бога за все, за спасение мира и за собственное. Ибо истинно Господь сделал и делает все, чтобы спасти весь мир и каждого. Господь хотел бы всех осыпать своими дарами, но мы не можем их принять без вреда для себя, поэтому Он не может дать их нам. Только рукою смирения человек может получить дарование от Господа, говорит преподобный Исаак Сирин. А у нас смирения нет. Во всем наше Я, наша Самость, утверждение себя, а не отречение, по слову Господа, сказавшего, что кто отречется здесь на земле от себя, тот еще здесь же получит во сто крат, а в будущем жизнь вечную. Значит, для получения желаемого есть один путь – приобретать смирение, отрекаться от себя, без ропота принимать от руки Божией, что будет послано. Если человек человека может любить и жалеть, то какова любовь Божия к нам, если она для нашего спасения привела его на крест? Доказать свою любовь к Богу надо терпением скорби расставания с этим миром, терпением мучительной болезни, без ропота, чтобы сделаться причастниками страданий Христовых. Если же с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Путь спасения простой – веруй во Христа, исполняй заповеди. Сюда относится и постоянная молитва. И кайся в каждом самом малейшем нарушении любой заповеди. Особенно же не следует осуждать или огорчать ближних. Мы все так тяжко пали, так глубоко гнездится в нас грех, так он многообразен, часто тонок и ядовит, что святые каялись и плакали до самой смерти, да и Господь не положил предела – покаянию. Покаянием душа очищается, а исполнением заповедей привлекается в нее благодать Божия. Понуждением себя к деланию заповедей Евангелия и покаянием в каждом грехе очищается душа человека и растет духовно. Нет иного пути. Не думай, что легко увидеть свои грехи. Недаром Святая Церковь с земными поклонами учит нас молиться. Даруй мне зреть и моя прегрешение. Так учат, потому что грех и дьявол ослепляют человека, усыпляют его, чтобы он не прибег к покаянию и погиб. Душа не может не болеть, пока не почувствует, что получила прощение, множество сделанных беззаконий. А каяться-то мы умеем плохо. Если человек кается в своих грехах и в то же время осуждает других или тщеславится, то какое может быть покаяние? Это значит одной рукой делать, а другой разорять. А вот душа и скорбит. Мир кажется большим с человеческой мерки, но не с Божией. Он видит все, и все наши состояния, внешние и внутренние, всегда у него пред очами. Любовь же его и всемогущество попускают совершаться с нами только тому, что послужит в конечном итоге к величайшему нашему благу. Поэтому и лучше всего нам покориться под его крепкую и любящую руку и все принять с благодарностью. Это большой духовный подвиг, но принудить себя к этому необходимо. Он характеризует все устроение человека. Без этого все наше доброе мало имеет цены. Наш путь к спасению – терпение с благодарностью, во всяком случае без ропота всего случающегося.